недавно приобрел в бине книжку геннадия фанасча фирсова старшего научного сотрудника и кандидата биологических наук про хвойные про хвойные в санкт-петербурге тоже вечно актуальная тема хвойные как всегда на пике моды но интересно что думают об этом люди которые работают в отрасли ландшафтные дизайнеры и интродукторы оль ну что сегодня обсудим даже не знаю мне попала в руки новая книга и мне очень интересно ее посмотреть с той точки зрения что это реальный опыт питерских ботаников санкт-петербургского ботанического сада и с одной стороны это значит что этот опыт очень-очень долговременно и заслуживает самого большого пристального внимания с другой стороны ой я уже вижу здесь в алиме а нам как садоводом это ни к чему мне очень интересно что здесь есть про сортах хвойных потому что это сейчас так модно так модно и в общем-то заслуженно слушай но такое большое кажется сортов она все-таки больше для коллекционера нежели для обычного садовода или там для ландшафтного дизайнера потому что когда между собой несколько сортов отличаются только там не знаю окраской кончика иголки это уже на самом деле ты права то есть однотипных сортов последнее время стало так много что если ты не знаешь вот конкретно что у тебя было на бирке но раз ты даже и потом и не можешь определить с полной достоверности что это за сорт и из каждой группы там скажем по кучах елок да можно взять одну-две остальные совсем в общем это дубляж ну так происходит сейчас это модно каждый пытается создать свой сорт поэтому вот эти новые войны и все выплескиваются и выплескивается на наш рынок но вот мне в данном конкретном контексте очень нравится сорта хвойных польской селекции то же самое то и селена слышала такой да вот я ее в этом году в прошлом в прошлом году впервые посадила саду клиентов и я была в восторге они были в восторге как бы такая штука которая переплюнула немецкие сорта скажем так если она не такая пошла желтая поговорим о пошлости желтого цвета но мне кажется что именно в контексте хвойных желтый цвет скорее всего мало вместе все-таки оттенки зеленого более интересные если мы говорим о том что же сам слушай на самом деле это интересный вопрос то есть у меня сразу всплыл в голове как раз вот наметнее я на одном из форумов отвечала на вопрос о сосне скрученная чип джозеф это одна из самых ярких зимний желтых сосен и наверное зимой и аналога нет и при том что наши зимы такие хмурые серые и в общем в них не хватает реального цвета например те же ту и упомянутые те сорта из них которые желтые они имеют свойство зимой приобретать другой оттенок или бронзоветь или там уходить немножко в зеленцу да то как раз вот зимние желтые сосны зимой подсвечивают и выходят на первый план то есть вот ну к сожалению веймутовые зимние желтые сосны они не слишком нам подходит да это такой сомнительный материал из-за пузырчатой ржавчины вот чип джозеф это такой прямо хит а вот редкая сосна к сожалению не есть проблемы с приживаемостью привое подвоя почему-то она плохо прививается вот но зато если ее достать то это как бы вот это хит на самом деле но я снимала ее как раз недавно в саду то есть все при нынешней серости дождях и вот такой вот зиме все стоит в общем ну как 50 оттенков серого и среди всего этого то есть даже зеленая сейчас приобретает серый оттенок и среди всего этого шеф на наш джозеф он просто сияет но я с тобой соглашусь что сосны которые на зиму переодеваются в желтый цвет они конечно очень декоративные перспективный в садах я с тобой согласен я бы скорее может быть вот самая многочисленная группа хвойных которые сейчас вот как лавина выплескивается на рынок это всякого рода карлики с одной стороны когда люди видят их фотографии или даже там саженцы в садовых центрах они на них тут же западают потому что карлик он там плотненький у него иголочки прихотливые расположены все это такая штучка для разглядывания то есть как вот драгоценное там какое-то колечко камень он маленький но ты его разглядываешь да а с другой стороны но много карлика в саду и в результате вот эти какие-то крошечки и подушечки они потом сливаются в какую-то массу вот этих вот 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 да если мы говорим о ландшафтном саду это вся тема совершенно не перспективна в принципе это скорее для сада коллекционера либо любителя и опять же среди них очень много однотипных сортов потому что карлики как правило появляются из ведьминых метел а ведьмины черты метлы в массе свои очень похожи между собой вот то есть вот был там лет десять-двадцать назад бум всяких карликов сосны горный потому что сосна горная это самая простая штука по ней очень удобно ходить в горах она низкая эти метлы не нужно там куда-то залезать на дерево да ты подходишь к кусту если на нем есть метла ты снимаешь прививаешь все вот тебе получился сорт я например в коллекционных садах где просто поле поле из сотен саженцев до прививки разных метел и когда ты стоишь на краю этого поля ты понимаешь а какая разница ну да кто-то компактнее кто-то там но вот на самом деле все равно ты если тебе нужен там акцент да вот этот шарик какой-то хвойный в каком-то месте там или в альпинаре посадить или там какой у него может быть еще назначение те достаточно одну иметь одну такую сосну из всех вот этих сотен в ландшафтном саду обычно даже и ни одной не надо эти так вот у меня как-то помню что был такой опыт я посадила композицию состоящую полностью всю из горных сосен они были разного сорта но я использовала по моему три сорта и композиция это была такая приподнята клумба то есть она была не плоская и я играла соответственно с геопластикой играла соответственно с габитусом этих сосен получилось очень интересно но на подбивку там были почвопокровные и наверняка это были не самые плотные сорта а что-то наверное все-таки не видовые да средний рост слушай там были пумилио были мугусы это вот самые такие стандартные гномы гномы да там пара гномов три мугуса было там четыре наверное пумилио вот из них получилась шикарная совершенно композиция и так как это было лет восемь назад то прям было очень и свежо скажем так и я до сих пор об этом в общем-то вспоминаю с удовольствием смотри конечно ты очень много однотипных опять же миллион разных сортов до тех же желтенькие туйки когда спрашивают а что сажать там я не знаю golden smaragd или санкист называется какая разница нужно желтенькая что-то конусовидное ну и посади что не знаю вот мне кажется что в твой сад только если боулинг-бол какой-нибудь слушай ну во первых вот ну из из старых сортов я очень люблю filiformis то есть вот я ее ли это тоже это хорошая штука абсолютно она такая что вот ну узнаваемая вещь единственная в своем роде но сейчас появилась вот веб-корт но она как бы немножко другая там и зимостойкостью могут быть вопросы и как бы она и выглядит все-таки по-другому чуть-чуть вот а filiformis пожалуйста никаких проблем я ее там пересаживала два раза она не чихала она не подгорает не обмерзает жалко она далеко я бы на нее поплевала вот но то есть так же постучим да вот прекрасная штука потом слушай появилась же не так давно изюминка опять же я люблю растение у которых есть свое лицо которую не надо там гадать это там тот сорт или иной той которая молниана голубь не знаю такой это такой это карлик с таким кракозябристым лешистым видом то есть хаотичный достаточно рост по типу кипарисовика что ли какого да вот по типу кипарисовиков но как бы у нее нет проблем кипарисовик и были вот эти вертикалки заложены они принципиально должны быть были быть не ту ими в этом контексте это понятно можжевельник скальный я побоялась именно вот по тем причинам по которым так что обсудили я туда запроектировала как раз таки фастигиат то ты думаешь в плане вертикалок о сортах еле обыкновенной например плакучих но тех которые держат проводник то есть это вертикаль но при этом направленность боковых веточек никакой зелий фробурга да вверх но фробург все равно нужно макушку подвязывать да если ты хочешь чтобы он вверх рос вот всякие фробурги инверсы лари ли и они все если ты не подвязываешь они все висят и больше случаев это не подходит контакту сада это не подходит контексту сада и больше того это превращается из вертикали в какую-то ну я не знаю то есть в сток в конечном итоге да либо в какую-то кракозябру если там человек играет с этим опять-таки очень редко подходит да а вот эти вот вещи то есть это получается стреловидная ель вот какой хороший пример ель канадская пиндула вот это яркий представитель вот этого это абсолютная доминанта она очень быстро растет мощно то есть там 70 сантиметров прироста в год проводник держит самое ничего не нужно подвязывать все это торчит жестко хорошо стоит никаким снегом а боковые веки приглажены вниз но это не туда растет да просто обрезать да ну в общем в декоративном саду придется обрезать то есть вот это вот кстати вот отличная вертикалка она вообще великолепнейшим образом смотрится но из минусов вот у нее как бы только там очень редкие вот сухие годы паутинный клещ но в общем он видимо ну как его короче до канадки видимо к нему более критично и так она выглядит то есть это вообще очень милая штука так вот смотрите видишь да и вот такого плана то есть это то что ты можешь вот задать ель канадская пиндула там поиск в интернете и тебе вылезет миллион картинок они будут соответствовать действительности аналогичные сорта по габитусу зеленые то есть это серо-голубая да но нам же не всегда серо-голубую месте то есть есть зеленые вот есть большая область пересечения интересов которые можно было бы взаимодействовать как бы во взаимоприятные выгодные вот этой вот струе потому что у любителей накоплен в плане хвойных да и некоторых древесных накоплен уже огромнейший материал вот который можно это российская селекция это устойчивое растение про них уже много чего известно да и это может быть там в каких-то ситуация гораздо интереснее чем что-то импортно